Здравствуйте, меня зовут Алия Суменова, я из Вольда Тиметал, Республика Казахстан. Вообще, у меня нет никакого образования художественного, у меня совсем другой интерес. Был до сегодняшнего дня, я имею три образования выше, это юридическое, экономическое и педагогическое. Воле судьбы моя жизнь не связана с культурой. Я являюсь профессиональным спортсменом, трехкратный чемпион мира по тейк-бондо, чемпион Европы, чемпион Азии. То есть культура здесь не пахнет. И моя жизнь непосредственно связана с юриспруденцией, я являюсь адвокатом, тем не менее. И тренирую детей в спортивной школе. Воле судьбы в жизни у меня произошли обстоятельства, которые заставили меня заниматься в другой деятельности немножко. Я решила попробовать себя по какому-то рукоделию. Найдя некоторые мастер-классы в интернете, я решила попробовать что-то сделать руками. Метод нахруппы ошибок. Начала создавать различные какие-то поделки, которые не стоили даже внимания. И потом в будущем все это усовершенствовалось. И дошла до того, что придумала для себя некие образы создания кукол. Искала материалы, которые наиболее подходили для создания этих шедериков маленьких. И нашла такой материал, как запекаемая пластика. Здесь сегодня на выставке представлена моя работа. Гном на крысе. Материал использован здесь. Запекаемая пластика. Фоамирам. И шерсть для валяния. Почему такой персонаж? Гном это вообще сказочное существо. Которое несет богатство для своего владельца. Но если его видят, то он может принести неудачи. Сказочное существо. Оно маленький человечек. В поисках всегда золота. Но для того, чтобы его найти, надо на чем-то двигаться. Что для Лондона самое популярное, такое сказочное транспортное средство. Я считаю, что это крыса. Здесь очень актуально. Потому что очень много катакомб. Где находятся несметные богатства, которые не знают ни животные, ни люди. Поэтому я думаю, что крыса самая быстрая и самая умная млекопитающая. Которое будет в сопровождении нести на себе гордо представителя сказочного персонажа. Поэтому у гнома широко открыт глаз. Он пытается найти дорогу. Освещает путь для крысы. Хотя она начинает видеть, скорее всего, это для себя. И чтобы мотивация была дополнительной для крысы, у него в руке кусочек сыра. Поэтому в нашей жизни нужна всегда мотивация. После возможности, хотела бы выразить славу благодарности Golden Time Talent. Которая позволила участвовать даже в ней не профессионалу в данной выставке. И я считаю, что это будет отправной точкой для дальнейшей реализации себя. Я всегда хотела бы себя показать, услышать мнение жюри, а также любителей. И думаю, что в дальнейшем, наверное, буду продолжать совершенствоваться, учиться и выставляться. Спасибо за внимание.